У каждого летнего месяца в России есть свой негласный символ. В июне люди покупают клубнику, в июле черешню, а в августе арбуз. Кстати, первые бахчевые появляются уже в середине лета. Фуры одна за другой разгружаются на мурманских рынках. На прилавках десятки спелых плодов. Егор Кутиков уже четвертый год привозит арбузы со своей родины Кубани. Хозяин бахчи точно знает, что не всегда даже под самой привлекательной коркой скрывается действительно сладкая мякоть. Единственный критерий – это звук. Когда он звонкий, это значит 99% то, что он будет сладенький. А как же цвет, хвостик? Слушайте, по хвостику вообще нет смысла судить. Хвостик отсыхает, когда именно на грядке, на поле. Это значит, что все, уже арбуз очень долго лежит. Он уже, скорее всего, будет просто переспевший, засахаренный. На бахчевых рынках цены обычно выше, чем в магазинах. Правда, многих северян это не останавливает. Они считают, что действительно качественные плоды продаются под открытым небом. Я приезжаю домой, разрезаю, он настолько сладкий и сочный. Не знаю, в магазинах такого нет. А вот что-то экзотическое здесь вряд ли отыщешь. Например, желтые арбузы чаще всего можно найти только в крупных сетевых магазинах. Желтые арбузы растут на России, на Краснодаре. А это растет на Дагестанах, 40 градусов тепла. Цвет корки и звук – общеизвестные правила при выборе арбуза. Однако у северян есть и собственные способы. Если палкой стукнуть по нему хорошо, он, конечно, хороший арбуз, он сразу раз и тряснул. В Астраханской области мы так и делали. По виду внешнему. Красный, если, значит, хороший. Но и трогаю еще, чтобы был твердый. Когда сухой хвостик. А какие вам больше всего нравятся? Абхазские. Если на базарах чаще всего встречаются кубанские и дагестанские арбузы, то в магазинах астраханские. И цены на них ниже. Такой разброс связан с тем, что локальные продавцы платят больше за доставку и сертификацию, нежели сетевики. Стоимость арбуза с поля примерно до 4 рублей за кило. Не стоит забывать и про доставку. Это еще 10 рублей. Аренда помещения, зарплата сотрудникам, загрузка, выгрузка товара. Ну и, конечно же, чистая прибыль. Вот и складывается средняя цена – 50 рублей за кило. Хорошая цена и внешние признаки – только полдела. Покупателям стоит обращать внимание и на внешний вид торговой точки. Покупать арбузы вдоль автомобильных дорог или других необорудованных местах категорически не рекомендуется. В таких торговых точках у продавцов нет условий для соблюдения личной гигиены и сертификатов на продажу бахчевых. Роспотребнадзор настоятельно советует не покупать поврежденные или разрезанные арбузы. В них может накапливаться пыль и возбудители различных инфекций. Александра Пескова, Максим Чинкин, ТВ21+.